Представляю вам судейскую бригаду поединка. Я поздравляю вам официальными рейнсайдами. Супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва, Литвуэния. Чаджи, суди, Николай Сигов, Россия. Хектор Афу, Панама. Алена Побывайла, Бельгия, Бельгия. Таймкипер, Татьяна Хурсанова, Россия. Рефери, Юрген Лагос, Джемени, Германия. Представляю вам соперников. 70 сантиметров без 58 килограммов, 640 граммов. Профессиональный рекорд – 13 боев. Во всех одержанной победы, 7 из них, нокаутом, Лунга Сайдпела. His opponent in the red corner from Ekaterinburg, Russia. He is 25 years old, 165 centimeters tall and weighing in 58.74 kilograms. Number 5 of the WBC, number 7 of the WBO, champion WBC international. His professional record. 16 wins, 9 wins coming by way of knockout. В красном углу. Боец из Екатеринбурга, Россия. Ему 25 лет. Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 740 граммов. Профессиональный рекорд – 16 боев. Во всех одержанной победы, 9 из них, нокаутом. Пятый номер рейтинга WBC. Седьмой номер рейтинга WBO. Действующий чемпион WBC International, непобежденный Мухаммад Якуба. Пятый номер рейтинга. Возраст, рост вес бойцов на наших экранах, естественно, оба уложились в рамки весовой категории первого легкого веса до 59 килограммов на 5 сантиметров выше Унга Сетимела и постарше. Но при всем при этом боксер не битый. 13 побед, 7 побед нокаутом, 0 ничьих, 0 поражений. С августа 2019 года, другое дело, что не был на ринге, Унга Сетимела. Ну и все бои провел у себя на родине, в Южной Африке. Причем оппозиция была, вот я сейчас смотрю, прямо скажем, не самая выдающаяся. Но в любом случае я не думаю, что есть какая-то недооценка со стороны Мухаммада Якубова, потому что в его положении любая осечка, любая ошибка недопустима. Учитывая, как высоко стоит в рейтинге WBC, 5 место из 15 Мухаммад Якубов, ему сейчас не нужны никакие препятствия на пути к чемпионскому поясу. А именно к чемпионскому поясу, я думаю, что идет Мухаммад Якубов однозначно. О, попадает сейчас слева Мухаммад. Размашистый южноафриканец и Мухаммад из тех боксеров, которые за размашистость могут наказать. Свой предыдущий бой провел Мухаммад в марте прошлого года против мексиканца, известного Томаса Арохаса. Выиграл в 12-раундовом бою. Но вот отметим, что по позиции Мухаммада это первый южноафриканец. Были у него мексиканцы, были у него филиппинцы. Было ли не понял даже. А вот южноафриканец первый. Что касается Лунки, то он такой любитель подойти поближе, врезать от души, позарубаться, попрессинговать. Ну, в общем, достаточно удобный и туристический для Мухаммада Якубова. Мухаммад быстро на ногах. Как мы знаем, техничен, у него хороший тайминг. И при этом очень внимательный в защите. Еще раз. Синцеменло может ударить. Удар у него есть. Бьет его плотно. Ну и будет прессинговать. В принципе, Якубов уже с прессингерами встречался и знает, как с ними работать. Вот хороший навстречу удар слева от Мухаммада. Вообще, в 59 килограммов, если немножечко отвлечься от происходящего в ринге, давайте отвлекусь в перерыве. А пока у нас прессинг со стороны южноафриканца, но такой не особо успешный. Первый раунд. О, хорошо, сейчас хрестнул опять слева Мухаммад Якубов. И еще раз. Очень скоро бой по WBO за звание чемпиона мира между Карлом Фрэмптоном и Джамелом Хэрингом. Ну а вернемся мы к происходящему в ринге. Не забывай про джеб, там были подсказки Мухаммаду Якубову в углу. Ну, Мухаммад не забывает. Еще расскажу, очень дисциплинированный боксер. Уже опытный, уже хладнокровный. Проходивший дистанцию в 10 раундов. Полностью целых два раза. И дважды боксировал 12 раундов. Что касается Лунги Сетимелы, то он также дважды проходил дистанцию в 12 раундов. Поэтому здесь, в этих компонентах, спортсмены в паритете. Сегодня такой большой, можно сказать, южноафриканский десант. Целых три спортсмена из этой страны. Лунга второй из трех, кто выступает. Первым был Кос Сибая, но проиграл. Ну и в главном бою у нас Табису Мчуну против Евгения Тищенко. Но об этом попозже и отдельно. Табису Мчуну также ювар. Смело идет вперед, через джеб. Неплохо встречает его сейчас Якубов. Но вот так, когда сближается, сразу же бьет южноафриканец боковой в корпус. Ну и видно, что не изношен тяжелыми боями. Смело он так даже покрупнее, массивнее смотрится, чем Мухаммад Якубов. Ну и плюс вот этот вот задор проспекта, который не знает коричь и поражений, делает свое дело. А вот сейчас слева хорошо попадает Мухаммад Якубов, перешел в контрнаступление. Неплохо защищается корпусом. Вроде бы длиннее руки у Сетимелы, но при этом Якубов побыстрее. Но очень любит работать в корпус южноафриканец. Одна из его таких коронок. Я видел его поединки. Он как раз таки частенько делает акцент на бордировку первого этажа. О, хорошо навстречу, на взрыве Якубов. Двух-трехударная комбинация. И вот здесь подловил он южноафриканца. И сам уже отгрузил корпус. Плохой раунд. Третий раунд из десяти запланированных. Начинается он с того, что пытается перестинговать. Начинает атаки через джеб Лунга Сетимела. Мухаммад Якубов о контратаках привычное. Для Мухаммада дело еще раз отмечу. У нас контравик знатный. Так, стал высоко удержать руки Лунга, потому что периодически выхватывал он левые боковые навстречу от Якубова. Очень много движений на ногах со стороны Якубова. И старается Мухаммад не застаиваться соперникам, что логично. Сейчас так немножко сбавил обороты, сбавил активность Якубов. Дает поработать все на южноафриканцу. Постарается поближе подойти Лунгар. Ну вот, огрызнулся Якубов. Принеснул, попал слева хорошо. Тут же перехватывает атаку Сетимела. Он по-прежнему верит в свой прессинг и в свою ударную мощь. Мне кажется, все-таки Мухаммад Якубов не менее покиял. У Мухи есть какой-то свой стиль. Вот неплохо. И по-другому однако, как мне показалось, так не сладко пришлось южноафриканцу от пробужденных ударов. Не забывай по туловищу, подсказывают. Вот здесь, кстати, зацепился была Лунга, но ушел на ногах. Капа. Давай боксирую, подсказывают южноафриканцу, но пока не может толком зацепиться за соперника Лунга. Вытягивает на себя Мухаммад. И, пожалуйста, контратака от Якубов. Хорошо, повело, повело Сетимела. Есть шанс добить южноафриканца. В режиме убийцы работают михаммад Якубов. Блин! Слушайте, нарвался, нарвался, Муха на удар, на тяжелый, на тяжелый удар. Сетимела подтверждил, что плюха у него есть. Вопрос, насколько восстановился Мухаммад Якубов. И да, вот этот размен в конце, он, в общем-то, уравнял шансы. Ну и, наверное, рубиться с южноафриканцем Якубову не стоит. Занокдавнов дело не дошло, но было опасно, не стоит с другой стороны. Ну и после вот этого момента, мне кажется, южноафриканец психологически поверил так в себя и сейчас будет наращивать прессинг. И, конечно же, нужно Мухаммаду быть поаккуратнее. Ну а для Лунги это шанс психологический. Он сейчас на подъеме, он понял, что да, может тоже попасть и серьезно потрясти соперника. Поэтому, включать будет очень жестко все. Мухаммад решил все-таки показать, что он, что называется, более мощный панчер. Но нужно аккуратнее действовать Якубову. Нафриканец показал, что с ударом у него в порядок. Ну вот, где-то, возможно, специально встает к канатам Лунга для того, чтобы его выцелить и мощно хрестить навстречу. Левый боковой точно. Джеб от Якубова. Ну а Лунга будет делать ставку на удар справа. Ну и как-то нужно Якубову этот удар нейтрализовать, если хочет Мухаммад выиграть. Что касается Лунги, то Лунга, в принципе, правильно сейчас все делает, прессингует. Работает жестко, постоянно старается держать Якубова в напряжении. Вот опять опасно справа, кстати, попал Лунга в предыдущем эпизоде. Последняя минута четвертого раунда. Ничего еще в этом поединке не ясно. Особенно после драматичной концовки предыдущей трех минутки. Неплохой размен. Ну похоже, что в четвертом раунде парни пришли в себя и тот и другой после. Пятый раунд. Лунга Ситимела против Мухаммада Якубова. На кону пояс WBC International в первом легком весе весовая категория до 59 килограммов. Принадлежит он Мухаммаду Якубову. Мухаммад представляет Россию и Таджикистан. И Южную Африку представляет Лунга Ситимела. Попал сейчас Ситимела. Слева джебом, кстати. Но правый не зашел. Да, непростой он выдается поединок для Мухаммада Якубова. Хотя на бумаге-то он был фаворитом. Учитывая простой южноафриканца с августа 2019 года он не боксировал, по крайней мере, официально. Ну и год не выступал Мухаммад Якубов. Неплохо. Навстречу от Мухаммада. И здесь хорошо подловил, дал промахнуться южноафриканцу и подцепил боковым. Вот дает Якубов сопернику промахиваться, но за это можно еще и наказывать поездки. Пятый раунд. У нас такие шахматы в ринге. Вот опять это в опасный удар справа, а тут на африканца. И Мазин. Хорошо слева. Ух, есть нокдаун. Есть нокдаун и есть время у Якубова. Но с учетом концовки третьего раунда лететь шашками на голову не стоит Мухе. Ни в коем случае. Сетимела по-прежнему опасен. Корпус, корпус. Кричет, подсказывают Мухе. И он услышит эти подсказки. Но чуть-чуть низковато, да, делать замечание рефери Якубову. Но мы знаем, что Лунга реваншист, поэтому нужно аккуратней. Аккуратней здесь. Есть! Еще один! Подловил коротким боковым справа, по-моему. Нужна африканца. Духомат Якубов. Два нокдауна за раунд. Конец. Раунда нет. Якубов не полетит добивать. Сейчас Мухаммад из тех боксеров, которые умеют делать выводы из собственных ошибок. В любом случае, раунд выигран вполне себе разгромно. 10-7. Шестой раунд из десяти запланированных. В пятом раунде дважды попал в нокдауне южноафриканец Лунга Сетимела. Отлично отработал раунд Мухаммад Якубов. Ну и шестой раунд. Насколько быстро восстановился спортсмен из Южной Африки. Очень внимательно нужно работать Якубову. Смотря на два нокдауна, Сетимела все равно еще остается шанс Панчура. И ошибаться здесь нельзя. Ну а для Лунги нужно рисковать, нужно рисковать. Нужно идти вперед. Нужно бить, нужно работать. У нас уже были ситуации в карте, когда спортсмен после двух нокдаунов, после того, как оказался два раза в нокдауне, побеждал нокаут. Как раз таки причем это было в этой же рисовой категории. Хороший апперкот справа от Якубова. Подними руки, кричат южноафриканцу. Ходит поближе. Лунга, но промазал. Ушел вовремя вниз от этого удара справа. Якубов попадает сам, но больше по защите. Еще раз. Здесь по защите стал, стал внимательнее в защите южноафриканец. Вот, смотрите, неплохо сейчас отзащищался уже Якубов. А вставать у канатов не надо Мухамаду. Для Лунги это шанс. Это шанс. Брессингует. Лунга сетемела сейчас. Но гораздо активнее Мухамад Якубов в этом раунде. Не может пока Лунга прицелиться, зацепиться и попасть. Но где-то вот зарядился на мощный удар справа. Возможно, понимает Лунга, что по очкам-то не вывозит он поединок. С учетом предыдущего раунда, который он проиграл 10-7. Поэтому, да, наверное, ему нужно рисковать и где-то попытаться подловить Мухамада на удар. Заканчивается шестой раунд. И ждем седьмую трехминутку. Седьмой раунд. Из десяти запланированных Мухамад Якубов против Лунги Сетемелы. Кану пояс WBC International, принадлежащий Мухамаду Якубову. И он у нас пятый в рейтинге WBC. И его соперник не битый южноафриканец. 13 побед. Ноль поражений. 7 побед нокаутов. Два года, правда, не боксировал. Ну, почти два года. Но, тем не менее, показал себе очень опасным парнем в этом поединке уже. Несмотря на то, что побывал в пятом раунде в ласту в нокдауне. Мы видим, уже восстановился Сетемела. Еще по предыдущему раунду. Опа! Хорошо справа попал сейчас Мухамад Якубов. Сетемела все спушил и перешел в контратакт. По выходе из клинча боковой от Икубова. Боксиру, боксиру. Подсказывают Мухамаду. Не надо стоять. Не надо стоять перед Сетемелой. Это опасный парень. Да, он может быть не очень искушенный, но опасный. Тем не менее. Вышка на левой. Снова хорошо нападает справа боковой Мухамад Якубов. Сетемела идет вперед. Но зацепиться не может пока. Молодец Якубов в том плане, что быстренько ушел на ногах из-за канала. А вот она правая пушка. Сетемела. А вот здесь хорошо проваливает. Якубов соперника. Я опять ушел на ногах. Многие кормят не только волков, но и боксеров. Вот так вот я вам скажу. Неплохо. Пробалил и перехватил. Вот что подсказывает Мухамаду Якубову. Немножко сплясали ножки, кстати, после этого право-бокового навстречу южноафриканца. Мухамаду Якубову. Неплохо, хорошо даже от Якубова в конце раунда. Восьмой раунд из десяти запланированных. Джеб, 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 джеб. От Мухамада. Быстро атаки. Быстро атаки. Ну, здесь потеря равновесия была, не было здесь нокдауна. Крути, крути, крути. Его подсказывают Якубову. И больше выбрасывает жесткий джеб. Подсказывают. Южноафриканцу. Вот справа, кстати, попался Тимела. Еще раз говорю, этот парень по-прежнему опасен. Нельзя с ним зевать. Руки выше. Не будь безрассудным подсказывать южноафриканцу. Здесь больше по защите удары у Лунги. Включаясь Якубов. Хорошо слева попал Мухамад. Тут же пытается реваншироваться Лунга. И хорошо на скачке. Правый крюк залетает туда. У Мухамада Якубова. Пытается, пытается преседговать Лунга Сетимела. У него других вариантов нет. Ему нужно выйти на свою дистанцию и жестко зарядить. Другой вопрос, что сделать это сложновато. И сразу же, смотрите, на раках уходит. Уходит Якубов. Старается не стоять. Отлично защищался корпусом Мухамад. Сетимела в роли преследователя. Но давайте честно, в этом раунде уже на африканцам мало что получаешь. Вроде бы вот он, Якубов. Попробуй попади по нему. Слера снова попадает Мухамад. Так он перехватил атаку с соперника. Не стоит, не стоит. Все правильно подсказывает Якубову. Застаиваться перед южно-африканцем. Чревато. И в атаке Мухамад Якубов под конец раунда. Обменялись крюками парни. Предпоследний раунд в поединке Омги Сетимела из Южной Африки и Мухаммада Якубова. Представляющего Таджикистан и Россию. Пошел вперед южно-африканец. И была подсказка совершенно справедливая в углу у Мухаммада Якубова. Не зарубайся с ним. Он только этого и ждет. А как мы видели, ударить Сетимела может. Мечание южно-африканцу. Нужно бить повыше. Левый в разрез от Якубова навстречу. Мы видим, что все чаще поднимает так высоко руку южно-африканец. Нагушился он уже этих ударов слева от Якубова. Пытается Лунга втянуть Мухаммада в размер. Единственный шанс у него в рубке зацепиться и попытаться решить вопрос одним ударом. Это, ребята, мы чувствуем это. Но пока грамотно работает Мухаммад Якубов. Не позволяет втянуть себя в этот размер. Перехват от атаки от Якубова. Но вовремя он ушел на ногах потом. По корпусу справа попался Сетимела. Опять ему делают замечание, что низко ударил. Не стоит заставить, не стоит застаиваться. Не нужно застаиваться Якубову перед Сетимелой. Ну а для Лунги это шанс. Как вы знаете, по стоячей мишени попасть легче, чем по движущейся цели. Цель. Да, цель. Джек от Лунги. Хорошо защищался. Здесь на встречу по корпусу слева и боковым голову справа. Ставляет он чаще промахиваться южноафриканский. Ну нет. У Мухаммада свой стиль. Никой столь, по мнению Пакияо вообще. Хорошо так цапнул слева-справа сейчас Якубов соперника. И финальная трехминутка ожидает нас, дорогие друзья. Финальный десятый раунд. Мухаммад Якубов, Лунга Сетимела на кону пояс WBC International. Первым легком весе принадлежащий Мухаммаду Якубову. В атаке южноафриканец Лунга Сетимела. Хорошо его сейчас встретил Якубов. В пятом раунде дважды побывал в нокдауне южноафриканец. Ну и в общем бой он не выигрывает. Но делает максимально конкурентным, насколько может. Еще раз, пока еще, пока нет. А вот сейчас попал, попал справа Сетимела. Шанс для Лунги. И нельзя здесь Якубов узевать. Нельзя, нельзя, нельзя. Вот и Сетимелый шанс вытащить поединок, только если он нокаутирует соперника. Хорошо слева попадает сейчас Якубов. Вот так я боксирую. Не зарубаться. Вот так. Не зарубаться. Не держись уже. Вот так. Не зарубаться. Вот так. Кричат Мухаммаду. Боксировать. Размен, наверное, это единственный шанс для Сетимела зацепиться и жестко-плотно попасть. В плане бокса Якубов получше. Но они без проблем, конечно. Сетимела пока бой не закончился, все еще сохраняет статус не битого боксера. 13 побед, 7 нокаута на его счету. Такой тактический клич со стороны Мухаммада Якубова. На выходе из клинча попадает. О, хорошо подловил, провалил тут же двоечку точно от Якубова. И еще раз попадает Мухаммад. Последняя минута раунда. Но сейчас будет рисковать изнафриканец. Его единственный шанс вытащить бой, попытаться откаутировать соперника. Но время работает на Мухаммаде. Пал сейчас Якубов. Заканчивается 10-й раунд и поединок. Последние секунды боя. Попал слева по корпусу Якубов. Не дает прицелиться. Не дал прицелиться он в сетимеле. Ждем решения судьи в этом местами очень напряженном сражении. Итак, по окончании 10 раундов обратимся к судейским запискам. After 10 раунд, we go for the judges scorecard. Судья Николай Сигов. 99,89. 99,89. Алена Побывайло. 99,90. Судья Лунга Ситнера. 97,91. 97,91. Единогласным решением судей. And the winner by unanimous decision and still champion WBC International, Мухаммад Якубов! Настяк Казахстан,中国 Продолжение следует...